Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал! Сегодня я буду тестировать вот этот невероятный скейт-парк от Ивана Бороды. Борода скейт-парк. Бородач является одним из самых крутых дизайнеров и строителей скейт-парков России. Он разрабатывал все фигуры в моем кремлевском проекте, который мы делали вместе с Red Bull. Все вот эти сумасшедшие трамплины-трансферы, это мы все вместе с ним рисовали. И сейчас он открыл свой собственный парк, который открыт для всех в Москве. Это настоящее произведение искусства, я такого никогда не видел. Сегодня я буду его тестить. Полетей! Давайте начнем с небольшого монтажа трюков и продолжим с интересными заданиями для меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну давайте начнем сразу же со сложного. Попробую сделать ноутсменовую треху вот здесь. Здесь примерно 4-х метровый стол. Для меня это будет очень сложно, но зато я разогреюсь и дальше пойдет все намного легче. Не то чтобы прям вау, но считается. Четыре метра проехал, прокрутился треху, да, приземлился немного кривато, но я считаю, и ушло всего-то меньше 20 попыток. Хотя вначале я подумал, что все это невозможно. И зашел раз, раз, раз и прокрутился. Да, то же самое. Ну не то же самое, чуть получше было. Следующее задание хочу сделать Кервит Волрайт и после Кервит Волрайда сделать еще один Волрайт. Нужно очень много скорости, это сложно, я уже пробовал, у меня пока не получалось. Погнали. Так, ну ощущается, что возможно, невероятно сложно, потому что выглядит этот Кервит Волрайт маленьким, а по-настоящему он огромный. И да, чтобы сделать такую штуку, чтобы было достаточно скорости, после него продавить на стену дальше, прям проблематично. Но сейчас почувствовал, что это возможно, так что продолжу пробовать. Вау, трюк сработал, я пробовал его вчера, ничего не получалось. Не хватало скорости. Но сегодня с камерой, благодаря вам, было легче, спасибо. И мы передвигаемся к следующей линии. Я хочу сделать VIP на бар в квотере, повернуть на 90 градусов, сделать какой-нибудь трюк в этом квотере, еще раз повернуть на 90 градусов и вот на этой граньке сделать Кервит Волрайт на черную стену наверх. И повернуть стрит, техно, еще и парк, в общем, все вместе попробуем. Возможно, потом избавлюсь от VIP на бар, сделаю просто VIP, но в идеале сделать VIP-бар и всю линию в целом. Смотрите, какая у Рика классная футболка. Это не вставится, короче? Смотрите, смотри, смотри, пи-и-и-с. Прелесть. Блин, полное мясо. Вот не думал я, что проблемы будут не с VIP-баром, а с ноу-хэндом. Просто после ноу-хэнда не получается выродить. Так что попробую заменить на табаганчик. Вообще очень не хочется, но постараюсь доделать с табаганом в квотере после VIP-бара. Невероятно рад, что это сработало. Крутой лайн. Сложный во всех отцскостях BMX. Ну ладно, давайте двигаться дальше к стритовым штукам. Сейчас пойду, найду какой-нибудь стритовый велосипед и постараюсь прогриндить самый длинный здесь рейл, двухкенковый, на дабл-пеге. Всего в жизни я ездил примерно пять раз на пегах. Это были так сессии по часу, наверное, просто по фану. Но мы же в стритовом парке. Правда, будем их спарки. Так что да, давайте попробуем стритовую штуку. Вообще пару слов о скейт-парке. Мне невероятно нравится. Он очень качественный. Здесь куча необычных заморочек крутых. И каждый найдет для себя здесь что-то новое, что-то интересное. Я невероятно сильно кайфую, даже катаясь без пег. А на пегах это, наверное, вообще будет космос. Так что, ребята, пригоняйте. Ванек вас ждет. Это его частный проект. Он вложил сюда кучу денег. Так что обязательно приезжайте, поддерживайте его и наслаждайтесь этим по-настоящему произведением искусства. Так, ладно, погнали, найдем стритовый BMX. Привет, Тёмыч. Слушай, сори, что беспокоил. Борода. Твой же велик тут? Блин, ну ладно. Давай, тебе другую. Спасибо, в любом случае, большое. Оказывается, велосипед Тёмыча не в скейт-парке. Но здесь был Акс. Он порвал тейп, но он разрешил мне воспользоваться его великом. Так что будем кататься без цепи. Блин, нет, мне не подойдет. Не с той стороны цепи. Спасибо, тогда твой. Спасибо большое. Берем. Велосипед Рома быкал. Если что, можешь колесики подкачать, то есть неудобно. Да нет, обратно. Спасибо. Для начала я постараюсь разогреться и научиться вообще гриндам. Здесь на этом небольшом боксике. А потом пойдем на длинный рейл. Постараюсь полностью взять его вниз. Двухкинковый рейл. Мы начнем здесь с обучения, так сказать, стритовым приколюхам. Фиббол, даблпек, еще что-нибудь. Так, ну я считаю, что этого хватит. Давайте еще даблпека на небольшом рейлике сделаем. Так, ну я знал, что все эти стритовые штуки очень легкие и, ну да, почти с первого раза соберется. Ну ладно, если честно, правда, эти базовые штуки довольно-таки легкие, хоть я никогда не катаюсь с бегами, но потому что байконтроля очень много, базовые гринды даются довольно-таки просто. Так что давайте попробуем длинный рейл взять. Так, ну официально этот рейл в пять раз длиннее всех тех, которые я делал до этого. Я уверен, что сейчас доделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, ты уже балуешься. Да, хватит баловаться. Так, ну все, да, хватит баловаться, я взял свой велосипед и сейчас постараюсь сделать очень страшную штуку. Я прыгну из квотера на волрайд, и с волрайда мне придется продавить, чтобы приземлиться не обратно в квотер, а чтобы проехать и приземлиться вот туда на квотер. Такая штука, которая требует очень много контроля, и это, конечно, не стритовая движуха, но именно вот требует большого контроля волрайдового парка. Ну, короче, неважно. Давайте пробовать пару раз. Проеду просто волрайд, а потом постараюсь продавить, чтобы заехать на стол. Ура! Сработало с первой попытки. По-другому это делать нельзя никак. Очень страшно, оказалось не очень сложно. Так, ну следующий трюк. Я хочу прыгнуть из этого квотера через вот этот огромный черный бокс. Придется сильно оттолкнуться и приземлиться вот в тот небольшой подкатик. Огромный трансфер, если честно, немного страшный, но ничего. Давно хотел прыгнуть, и вообще, в принципе, люблю использовать парки. Не совсем по назначению находить новый трансфер, который до этого никто не прыгал, никто не делал, пока у меня в этом парке. Это получается? Они по-настоящему крутые и интересные. Так что, да, давайте попробуем из квотера огромный трансфер в подкат. Это было круто. Невероятно крутой трансфер, невероятно крутой скейт-парк. Огромный респект Ване Бороде за то, что его построил, за то, что это вообще произошло. Обязательно заезжайте в этот скейт-парк. Вас здесь ждут. Поддержите этот крутейший проект. Еще увидимся. Пока-пока.